В предыдущих темах про планирование контроля управления мы рассмотрели практику постановки целей и контроля нескольких показателей, связанных с работоспособностью и результатами в соревнованиях. Также коротко обозначили механизмы, которые за этим стоят, их изменения под воздействием тренировочного процесса и общую динамику изменений. И хотелось бы надеяться на то, что на практике это поможет с высокой вероятностью достигать намеченных целей, но на деле все гораздо сложнее. Например, посчитаем, что достижение поставленных целей и показателей в 80% случаев характеризует хорошее качество управления. Теперь посмотрим на график прироста МПК в результате двух недель интенсивных тренировок. Если мы смотрим на левый график, где показан средний прирост МПК по группе, то видно, что прирост однозначный и достоверный. Если мы смотрим на правый график, где показан процент прироста по каждому участнику, то видно, что индивидуальные реакции различаются очень сильно, несмотря на то, что группа участников подобрана очень однородная. Кто-то имеет очень сильный отклик на такую программу тренировок, кто-то реагирует очень слабо. Дальше я буду использовать жаргон, калькус англоязычных терминов. Тех, кто имеет высокий отклик, называют респондерами. Тех, у кого отклик низкий, называют нон-респондерами. Если мы возьмем исследования, в которых приводятся индивидуальные данные по изменению разных показателей, то увидим, что такая картина наблюдается не только для МПК, но и для прироста силы, снижения ЧСС во время нагрузки, изменений болевого порога, если сравнить тех же участников до и после тренировок и так далее. Если перейти от отдельных показателей к спортивным результатам, такая же картина наблюдается в изменениях результата на дистанциях в ответ на различные воздействия. Вот изменение времени плавания на дистанции 200 метров в ответ на разные тренировочные программы. Вот улучшение времени на дистанции после приема свекольного сока, пищевых нитратов, пунктирные линии. Вот изменение времени на дистанции 5 километров после 4 недель тренировок Среднегория. Есть спортсмены, улучшившие результат. Есть спортсмены, у которых результат не изменился. Есть те, у кого результаты ухудшились. С чем сталкивались на практике? У отдельных спортсменов в ходе совместных тренировок лактат в крови намного выше, чем у остальных в группе, хотя квалификация одинаковая. Скорость прироста силы во время периода силовых тренировок различается в разы у разных спортсменов. Разная устойчивость сердечно-сосудистой системы к нагрузкам по данным вариабельности ритма сердца. Возможно, здесь играют роль разные типы вегетативной регуляции. Разная скорость восстановления после тренировок. Разная устойчивость иммунной системы к нагрузкам. Кто-то регулярно был на грани заболевания в конце микроцикла. Такая разница частично может объясняться наличием вариантов генов, связанных со сниженной скоростью восстановления иммунной системы. Можно привести примеры множества других различий во внешних проявлениях индивидуальности. Если мы, наоборот, возьмем исследования, в которых измеряются внутренние компоненты, какие-то биохимические данные, то опять увидим то же самое. Сильно различаются изменения уровня ретропоэтина в крови при пребывании в Среднегорье. Сильно различаются концентрации и их изменения для мембранных белков транспортеров в ответ на тренировки. Различаются концентрации и изменения в ответ на тренировки для митохондриальных белков. Различаются изменения количеством РНК в ответ на тренировку. Это данные для отдельных белков РНК. Теперь посмотрим на картину в целом. На рисунке в виде тепловой карты показано содержание около сотни белков, связанных со спортивной работоспособностью у различных людей. Цвет на тепловой карте обозначает уменьшенные или увеличенные значения относительно среднего показателя. В таблице содержание белков для каждого человека показано в отдельной колонке. МПК для каждого человека показано цветом. Анализировалось две группы – нетренированные и тренированные. Мы видим, что содержание различных белков даже в группе тренированных спортсменов сильно различается. На карте показано чуть больше сотни белков из многих тысяч разновидностей, представленных в скелетных мышцах. Если мы посмотрим на отдельные митохондриальные белки, определяющие аробные возможности мышц, то увидим, что даже содержание цитрацинтазы, которую раньше использовали для оценки митохондриальной массы, сильно различается. Причем у участника с самым высоким МПК содержание цитрацинтазы среднее. Конечно, какой-то шум вносит методы измерений, но в целом различия достаточно велики. Теперь посмотрим, как изменяется экспрессия генов, увеличение количества МРНК через 3 часа после нагрузки у отдельных людей. На тепловой карте цветом показано увеличение или уменьшение экспрессии. На этой карте показаны гены, для которых сильно увеличилось количество соответствующих МРНК. Кроме пары генов ядерных рецепторов, сильно увеличивших экспрессию всех участников, по остальным генам наблюдаются различия. А если изменить масштаб тепловой карты, то и для верхних двух строк будут видны такие же различия. Они однородны в данном масштабе только потому, что очень сильно изменили экспрессию по сравнению с остальными генами. Эта таблица всего лишь верхний фрагмент большой тепловой карты. Если посмотрим, например, в середину тепловой карты, то увидим значительные различия в экспрессии генов. То есть реакция на нагрузку у разных людей на уровне генов отличается очень сильно. Такие различия компенсируются тем, что процессы регуляции генов и взаимодействия белков очень сложные и комплексные. Например, известная простенькая схема сигнального пути при более подробном рассмотрении превращается в такую, тоже неполную. А на уровне еще более подробном оказывается, что даже маленький фрагмент взаимодействия белков, участвующих в сигнальных путях, очень сложный с множеством обратных связей. Это даже не путь, а сеть взаимодействий. И, как правило, белки не работают поодиночке и объединяются в комплексы. Поэтому различия в каких-то единичных белках и генах не приводят к катастрофе. Например, в опытах на животных часто делают нокаут интересующего гена, полностью блокируют выработку соответствующего сигнального белка. Но в большинстве случаев реакция на тренировки хотя и снижается, но прирост все равно есть, включаются какие-то параллельные запасные механизмы. Поэтому, несмотря на различия в концентрации белков и реакции генов на нагрузку, в целом, тренируя силу или выносливость, мы в итоге получаем прирост показателей, хотя у всех разный. После рассмотрения этих тепловых карт, неизбежность индивидуальных реакций на тренировки становится очевидной. Взвращаемся к исходной картинке. С точки зрения ученого, результат исследования, показанный на левом графике, однозначный достоверный, прирост довольно большой. С точки зрения технолога, правый график, показывающий индивидуальные реакции, это катастрофа. Это означает, что процесс неуправляем. Более того, результат работы, оказывается, очень сильно зависит от выборки. Если нам попадутся только такие участники, то результат окажется одним. И мы скажем, что такой тренировочный процесс оказался чрезвычайно эффективным. А если попадутся в основном такие, то результат окажется другим, и вывод окажется прямо противоположным. И как тогда ориентироваться на сотни других исследований? Еще раз посмотрим на эффект тренировок среднегории на результаты спортсменов. Если смотреть в среднем, то результаты не изменились. В рамках обзора литературы для НИР приходилось собирать аналогичные статьи, и вот как они распределились. В других обзорах, метаанализах, можно увидеть сходную картину. Здесь показаны средние изменения МПК по группам из различных исследований. В других обзорах с другими статьями может оказаться, что эффект в целом положительный. Например, в метаанализы по 24 статьям жирным выделены варианты тренировок среднегория, где вероятность положительного эффекта более 50%, а обычным шрифтом, где менее 50%. Или в другом обзоре, где в большинстве статей эффект положительный. Но это статьи в основном по футболистам и их специфическим тестам вроде челночного бега. В результате можно изучить сотни и тысячи статей, но сделать на их основе выводы, приложимые к конкретному спортсмену, невозможно, потому что данные в этих статьях – это средняя температура по больнице. Более того, когда результат исследований так сильно зависит от выборки, то много вопросов вызывают методы доказательства воздействия допинга, например, сульбутамола на результаты. Там в статьях такая же картина. Где-то в среднем не улучшает у здоровых людей, в других улучшает. Хотя тестовые упражнения иногда очень далеки от реальных гоночных режимов, где эффект может быть более выраженным. При наличии больших разбросов достаточно проверить большое количество людей, отобрать по индивидуальным реакциям, и можно легко доказать, что сульбутамол в терапевтической дозе улучшает результаты или не улучшает, возможно, на какой-то выборке окажется, что ухудшает. Поэтому легализация терапевтических исключений на основе таких исследований – это, на мой взгляд, порочная практика. То есть мы Пете, который может быть выраженным респондером, разрешаем использовать допинг на том основании, что Васе, который оказался нон-респондером, этот допинг не помогает. Если есть респондеры в таких исследованиях, то туи на такие препараты давать не следует. Вся эта практика терапевтических исключений сильно напоминает средневековые индульгенции. Грех есть, но я чист. У меня справка есть. Хорошо. Но ведь, как мы видели, во многих статьях приводятся индивидуальные данные. Можно ли опираться на них? Когда я делал обзор по конкурентным тренировкам, то отобранные статьи распределились так. Только в четверти статьи приводились индивидуальные данные. И это полбеды. Индивидуальные реакции приводятся не в численном виде, а в виде иллюстраций, не по всем параметрам и без всякой связи с характеристиками участников. Поэтому невозможно провести анализ и понять, а чем отличались вот эти два участника, что определило такие различные реакции. Участники проходили тест МПК до и после. Значит, из этих данных можно вытащить мощности аэробного порога, анаэробного порога МПК, косвенно связанные с соотношением волокон разного типа в мышцах. Хорошо было бы иметь также данные по мощности МАМ. Возможно, сопоставляя эти мощности и мощность нагрузки, сопоставляя их изменения, анализируя еще какие-то собранные данные, можно найти отличия, определившие разный прирост МПК. Нет в статье таких данных. А может быть сыграло свою роль, что было проведено 14 тренировок подряд с выверсом адреналина, и участники по-разному отреагировали на этот фактор. Практически нет работ, в которых делаются попытки разобраться с причинами таких разбросов, за исключением попыток связать с вариациями генов, генным анализом. На данный момент определено порядка 200 генов, ассоциированных со спортивной работоспособностью. Но обычно анализируется какая-то небольшая часть из них, как на показанном примере анализа конкретного спортсмена. Если мы еще раз посмотрим на тепловые карты, показывающие индивидуальные различия содержания сотен белков и реакции на тренировки тысяч генов, то выводы на основе каких-то отдельных генов будут слабо предсказывать реакции конкретного спортсмена. Вариации одного гена, как правило, очень слабо влияют на итоговое качество. И даже совокупность вариантов генов далеко не полностью определяет фенотип, конкретно измеряемые качества, такие как силы, МПК и анаэробный порог. В среднем влияние порядка 50%, на что-то меньше, на что-то больше. В реальности, кроме количества МРНК, на итоговое содержание белков оказывает влияние еще множество сложных механизмов, которые еще недостаточно изучены, это еще больше все запутывает. Итак, вы изучили сотни, а может тысячи научных статей, но по-прежнему не имеете возможности точно предсказать, как ваш конкретный спортсмен отреагирует на вашу программу тренировок. И если мы хотели оценить качество управления как хорошее, когда поставленные цели и показатели достигаются в 80% случаев, то на деле добиться такой эффективности практически нереально, и дело не в качестве управления. Препятствием на пути к высокой эффективности управления будут индивидуальные реакции спортсменов и невозможность надежно их предсказывать. В таком случае оптимизация индивидуального тренировочного процесса сводится к перебору различных режимов тренировок для определения оптимальных для каждого этапа подготовки. К сожалению, оценка воздействия тренировочного метода на конкретного спортсмена может занимать длительное время. Во-первых, сам по себе режим или метод нужно применять довольно долго. Вот пример работы, в которой оценивался прирост силы после шести недель силовых тренировок. Мы видим, что участник, показавший в итоге наибольший прирост силы, выраженный респондер, в середине цикла был одним из худших. То есть после трех недель тренировок можно было бы сказать, что ему эти тренировки не подходят, хотя это совершенно не так. Кроме затрат времени на оценку каждого режима или метода, возможно придется потратить дополнительное время на подбор объема тренировок, тренировочные дозы. Вот показательный пример. Взяли пять групп участников и шесть недель проводили аэробные тренировки с разным объемом для разных групп. Группы тренировались один, два, три, четыре или пять раз в неделю, по шестьдесят минут за тренировку. Затем определялись респондеры и нон-респондеры в каждой группе. Нон-респондерам каждой группы добавляли по две тренировки в неделю, и все они становились респондерами. Если еще учесть зависимость эффективности тренировок от текущего состояния спортсмена, то подбор методик под спортсмена оказывается очень трудоемкой задачей. По этой причине гораздо чаще применяется другая, менее затратная стратегия – подбор спортсменов под одну методику. Эти две стратегии организации тренировочного процесса имеют свои плюсы и минусы. Для подбора методик минусы – это повышенная трудоемкость, требуются глубокие знания физиологии, на получение которых тоже тратится немалое время. Плюсы – повышение квалификации тренера, у которого формируется расширенный набор правил управления тренировочным процессом, учитывающих индивидуальные особенности. Кроме того, больше вероятность того, что спортсмен раскроет свой потенциал. Для подбора спортсменов плюсы – это более простой процесс, не требующий высокой квалификации, упрощение организации тренировок и логистики. Минусы – невысокая эффективность, низкий процент выхода годных, говоря производственным языком. При таком подходе набор правил управления небольшой и понятный. Более того, на практике можно вообще взять свои планы 30-летней давности, тренировать по ним и при удачном стечении обстоятельств получить олимпийских чемпионов. Правда, потом воспроизвести успех не всегда получается, но репутация успешного и квалифицированного тренера уже никуда не денется. На практике обе стратегии в чистом виде редко применяются, чаще они в том или ином виде совмещаются. Потому что для повышения эффективности выгоднее применять индивидуальный подход. Просто он может быть различным, его условно можно разбить на два уровня. В более простом случае при общем плане производится индивидуальный подбор объемов нагрузки разной направленности, объемов в той или иной пульсовой зоне. Более сложный уровень это индивидуализация планов, предусматривающая подбор режимов, сочетаний, схем, приводящих к повышенному отклику конкретного спортсмена. Определенная оптимизация за счет простого индивидуального подхода будет и для второй стратегии. Но по сути вторая стратегия это просто отбор респондеров под конкретную методику. Чем больше спортсменов пройдет через это сито, тем выше вероятность успеха. Но при этом отбрасывается большое количество не менее талантливых спортсменов. Нередко на практике наблюдаются следующие явления. Региональный спортсмен показывает хорошие результаты и попадает в сборную того или иного уровня. Там он ничего существенно не показывает, методика сборной ему не подходит, и его из сборной убирают. Затем он снова тренируется на региональном уровне по привычной методике, опять показывает неплохие результаты и снова отбирается в сборную. И так пока не надоест. Это подтверждает тезис об отборе респондеров при работе по единым планам. И то же самое можно сказать про модную теперь стандартизацию, разработку федеральных стандартов подготовки. Это тоже фактически выливается в отбор респондеров. С одной стороны, это ограничит самодеятельность тренеров, часто довольно безграмотную. С другой стороны, можно с водой выплеснуть и ребенка. Несмотря на свои плюсы и минусы, ни первая, ни вторая стратегии сами по себе медали не гарантируют. По большому счету медали обеспечивает отбор. Если нет возможности для обеспечения отбора из большого числа спортсменов, то ни первая, ни вторая стратегия не обеспечивает существенного количества медалей. Хотя при возможности отбора в первом случае будет высшая эффективность, процент выхода годных. Отбор талантов тоже не гарантирует медали. Таланты нужно уметь сохранить. Я часто сравниваю тренера с технологом на производстве. Но на производстве, как и в фитнесе, проще минимизировать ошибки, поскольку стоит задача обеспечить повторяемость массовых изделий среднего уровня, а не задача прыгнуть выше головы, получить максимальные показатели штучного изделия. Чтобы прыгнуть выше головы, приходится идти на риск. Поэтому в тренерском деле неизбежны ошибки. На самый высокий уровень, вероятнее всего, выйдут талантливые спортсмены, организм которых устойчив к тренерским ошибкам. Как мы видим, наука может дать только какие-то общие рекомендации и закономерности. Недостаточное качество данных, которые делают невозможным предсказание и реакции, снижает практическую ценность знаний. Конечно, обширные знания дают значительное преимущество при реализации обеих стратегий. Подбор методик становится гораздо более осмысленным и точным, значительно снижается число перебираемых вариантов, отбрасываются заведомо неудачные или опасные варианты, или есть понимание, как компенсировать их негативные последствия. В этом вклад науки неоспорим. Но все равно борьба с индивидуальными реакциями, оптимизация тренировочного процесса ложатся на плечи тренера. Это творческая составляющая его работы. Как на это повлияет централизация, непонятно. Из того, что мы рассматривали выше, понятно, что один человек многого в этом плане не сделает, какой бы квалификации он не обладал. По-видимому, для спорта высших достижений нужен комплекс организационных и других мер, помогающих раскрыть таланты с различной индивидуальностью. Это завершающий видеоролик серии. На выбор формата серии вдохновила знакомый тренер, которая сказала, что интересно не только то, что делалось, гораздо интереснее то, как это интерпретируется. Поэтому в роликах дана возможная интерпретация описанного опыта работы и практических наблюдений. Ролики были разбиты на пять тем. Виды тренировочных средств, схемы применявшихся микроциклов, планирование, контроль, индивидуальные реакции. Каждому ролику давался набор статей, картинки из которых были использованы при оформлении. Естественно, перечень использованных статей в десятки раз больше. Конечно, все наблюдения их интерпретации описаны очень сжато, удалось только слегка обозначить те направления знаний, которые могут быть интересны в практическом плане. Каждый небольшой раздел или механизм требует для подробного рассмотрения времени едва ли не больше, чем суммарное время всех этих видеороликов. Поэтому большое количество деталей пришлось опустить. Большинство интерпретаций основанных на гипотезах, которые в какой-то мере позволяют объяснить то, что происходило в реальной жизни. На основе таких гипотез происходило управление тренировочным процессом, хотя это слишком громко сказано. Подтверждение или опровержение этих гипотез – это очень затратное и неподъемное дело. Даже формирование этих гипотез отнимало очень много времени. Как мы рассмотрели в заключительной теме, изучение научной литературы многих сотен, даже тысяч статей не гарантирует успеха в практической деятельности в силу специфики представления научных данных, оперирующих в средней температуре и по больнице. В результате, да простят меня китайцы, получается, как в анекдоте про древнюю мудрость. Древняя китайская мудрость характерна тем, что мудрость вроде бы есть, а толку от нее нет. К тому же любой опыт основан на работе с ограниченным количеством спортсменов и ограниченным количеством наблюдений. У другого человека будут другие наблюдения и интерпретации. У каждого будут свои ошибки и достижения. При подготовке роликов пришлось решать непростую задачу, постараться объяснить простым языком достаточно сложные вещи. Да простят меня ученые и ваши врачи, пришлось пожертвовать научной лексикой. Потому что фраза «Жили у бабуси два веселых гуся» в научной статье превращается во что-то вроде «Существовали у старой женщины две домашние птицы в приподнятом настроении, серый экземпляр и белый экземпляр, жизнерадостные водоплавающие». Пришлось по возможности упрощать. Насколько удачно это получилось, судить трудно. Возможно, кому-то такие упрощения режут ухо и глаз. Не судите строго. И в заключении хочу поблагодарить всех, с кем довелось общаться и работать. Спортсменов, тренеров, ученых, без труда и знаний, которых не было бы ни накоплено опыта, ни этих роликов. Хочу пожелать вам успехов в нелегком, на интересном деле. Борейтесь с индивидуальными реакциями и да пребудет с вами сила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова